Первая попытка Blizzard создать FPS вылилась в самую популярную новую игру 2016 года. Пережив очень длинную историю разработки ММО-проекта Titan, Overwatch использовал классическую формулу Blizzard. Разнообразные способности, доступный геймплей, красочные персонажи и огромная доза очарования помогли шутеру 6х6 вырасти более чем до 20 миллионов игроков и получить награду «Игра года». В течение нескольких месяцев после выпуска Overwatch продолжила эволюционировать в некоторых важных аспектах. Наряду с режимами аркады, Overwatch получил два сезонных события в 2016, а также новогодние события, охватывающие 2016 и 2017 года. Два новых героя были добавлены в игру, и теперь их 23, а новые карты и типы игр принесли разнообразие для постоянных игроков. Конечно, есть еще много вещей, которые можно добавить в выигрышную формулу Overwatch'а, и вот пять из них, которые мы хотели бы видеть в игре в 2017 году. Так уж вышло, что сегодня в Китае отмечают Новый год, и мы подумали, а чем мы хуже? И решили разыграть одну копию игры Overwatch – Origins Edition среди зрителей в классическом новогоднем конкурсе. Все детали вы узнаете в конце ролика, а сейчас давайте приступим к видео. Новые герои могут изменить мету Наверное, не нужно говорить о том, что в шутере, основанном на персонажах, первая вещь, которую желают видеть люди – это больше персонажей. До сих пор Overwatch получал новых героев с частотой соизмеримой с первыми годами Лиги Легенд, но Blizzard, очевидно, опирается больше на качество, нежели на количество во время дизайна персонажей. Как бы там ни было, этот медленный темп позволил Мете устаканиваться в течение долгого периода времени. В то время, пока состав группы варьируется в зависимости от уровня игры команд в ладере, есть некоторые персонажи, которых используют практически во всех составах. До сих пор Blizzard не решали эту проблему обычным путем. Да, были скупые нерфы и бафы, а также незначительные и большие реворки персонажей. Когда Макри доминировал, его урон был уменьшен, потом увеличен, когда его перестали брать, потом вновь уменьшен. Она лишилась бонуса к скорости передвижения своей суперспособности, а заря теперь генерирует значительно меньше заряда, чем раньше. Эти ухищрения сделали других героев атаки и поддержки более жизнеспособными. Однако до сих пор никто ничего не делал с Райнхартом и его, ну, практически обязательным пиком. Так как Blizzard уже работает над одним или двумя героями, сильнее всего я хотел бы увидеть больше опций для меня и моей команды. Если Doomfist станет следующим героем-танком, ежели оправдаются стандартные интернет-слухи и спекуляции, я надеюсь, что его можно будет пикать взамен Райнхарта, а не только в дополнение к нему. Новые игровые режимы – не только новые карты. Blizzard проделали хорошую работу, чтобы герои могли стрелять друг в друга и доставлять грузы на протяжении почти восьми месяцев жизни игры. За это время вышла новая карта для соревновательной и быстрой игры – гибрид захвата точки и доставки груза – Аухенвальд. Ещё одна типа «Царь горы» совсем недавно вышла на лайв-серверы после тестов – Оазис. Но в то же время, хоть они и вносят разнообразие в картах, между Голливудом и Шоссе 66, им ещё многое предстоит сделать в этом направлении. Наиболее захватывающая новая карта в Овервотче – это Экостанция Антарктика. Это не та карта, которая особо велика, однако на ней играют два новых мода аркады – 1 на 1 и 3 на 3. Эти игровые режимы арены стали одними из наиболее захватывающих вещей, которые появились в Овервотче, открывая нам возможности поиграть во что-либо различное от обычной 6 на 6 игры. Не поймите меня неправильно, я действительно хочу больше 6 на 6 карт для быстрой соревновательной игры. Важно то, что Близзард расширяет возможности от привычных захватов точек, сопровождений грузов, гибридов и царя горы. Неплохо было бы увидеть обратно гибридную карту, когда игроки сначала должны дотолкать груз, а потом захватить точку. Или, например, какую-то карту с несколькими точками, доступных для захвата и защиты. Близзард говорили, что такие карты уже взяты на заметку для разработки в Овервотч. Скины на оружие Новые скины на персонажей – это простая просьба, ведь Близзард гарантированно будут продолжать работу над скупыми косметическими штучками каждые несколько месяцев для новых событий. Летние игры и ужасы Хэллоуина принесли несколько новых скинов на персонажей, и мы можем ожидать подобного в 2017 году. И хотя я и заинтересован в выходе новых скинов для любимых персонажей, мне бы больше хотелось, чтобы Близзард добавили альтернативные скины на оружие. Близзард открыли ящик Пандоры скинов на оружие с вводом золотого оружия, которое вы можете приобрести за соревновательные очки. Но эта область все равно осталась практически неиспользуемой. Я бы хотел увидеть скины на оружие как коллекционные предметы, в диапазоне между обычными рекалорами и скинами легендарного качества. Это можно было бы миксовать со скинами самого персонажа по вашему желанию. Несколько суперспособностей для большего количества персонажей. Недавно на лайв-серверы вышла переработанная симметра. Среди всех изменений, наиболее крутой штукой стала ее альтернативная суперспособность. Когда симметра заряжает суперспособность, игрок может выбрать между установкой телепорта или установкой генератора щита. Суперспособность персонажа – это важная часть того, что делает персонажа играбельным. А учитывая тот факт, что телепорт симметры обычно был крайне бесполезен во второй половине игры, это очень било по ее вкладу в дело команды. Когда же у нее есть суперспособность на выбор, каждая из которых более полезна в каждой отдельной ситуации, это серьезно увеличивает ее привлекательность как персонажа. Но важнее всего то, что это открывает для Blizzard возможность добавления дополнительных суперспособностей персонажам. Суперспособности – это важнейшая часть Овервотча. Вовремя сыгранные «Цветок смерти» или «Меткий стрелок» могут решить исход матча, и многие игры вращаются вокруг зарядки суперспособностей вроде гравитонного импульса или звукового барьера, который используется, чтобы прорвать оборону врага. Использование своей суперспособности является одной из захватывающих частей игры, и добавление второй суперспособности увеличило бы вариативность в существующем пуле героев и стратегий, которые используют игроки. Лучшие моменты игры для нескольких персонажей Игроки за Зарю Скажите мне, если это звучит знакомо. Вы только что получили максимальный заряд, и у вражеского Райнхарда только что сломался щит. Вы бросаете во вражескую команду гравитонный импульс, который ловит всех шестерых врагов. Вы начинаете смеяться, забрасывая их бомбами, но слышите знакомый звук «Ливень возмездия». Конечно, ваш экран заполняется убийствами, но вы уже знаете, что лучший момент матча будет у Фары. Система лучших моментов матча – это один из крутейших аспектов игры, который вознаграждает лучших игроков и напоминает о крутых моментах, которые произошли несколько минут назад. Но эта система несовершенна. Лучший момент матча выбирается с помощью алгоритма, но он не всегда верно срабатывает. Сколько раз вы ожидали увидеть себя в лучшем моменте, так как запустили крутейшую суперспособность Дивы, но в конце видите только унылые стилы Бастиона. Но еще больше раздражает играть за героев с упором на суперспособность для команды, вроде Зари или Анны. Они делают большую работу, но гораздо реже получают за это вознаграждение в виде лучшего момента матча. Чтобы это исправить, я бы предложил Близзард сделать лучшие моменты для нескольких персонажей. Я уверен, что это огромный вызов для них в плане разработки и алгоритмов, которые должны учитывать данные сразу двух или даже большего количества игроков. Но как круто было бы увидеть, как Анна усыпила врага и запустила свою суперспособность, а потом камера переключается на Райнхарта, который под наноусилителями разносит врагов в пух и прах. Еще лучше, если бы были специальные анимации для определенных связок персонажей. Я имею в виду, что для этого нужно было бы сделать всего-то 253 уникальных видеоролика. Вы же можете это сделать, ведь так, Близзард? А чего вы ожидаете в 2017 году от игры? Это лишь версия издания PC Gamer на развитие Overwatch. Возможно, вы считаете иначе? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если же у вас еще не было возможности сыграть в Overwatch или вы хотите подарить копию скиллованному другу, то на этот китайский Новый год вам выпал такой шанс. Как многих из нас учили с детства, достаточно прочитать Деду Морозу стишок. Китайскому Деду Морозу, само собой. В нашем же случае этот стишок надо написать в комментариях под видео на Ютубе. Он должен быть об Overwatch состоять минимум из 20 слов и 4 строк, но не больше 80 слов. При этом стих должен быть рифмованным. Если вы хотите написать стих побольше, то продолжение просто напишите ответом к своему основному комментарию. Учитываться при определении победителей продолжения не будет, но если вас выберут, зачитаем весь стих. 6 февраля вечером на стриме на нашем Твич-канале мы зачитаем лучшие работы и объявим одного победителя, который и получит ключ. Если будет много достойных работ, возможно, мы их оформим отдельным видео на основном канале, как в прошлый раз. Само собой, участники должны быть подписаны на наш канал и паблик ВК. А на этом все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok